У нас в гостях вот с таким удивительным рассказом. Мы идем дальше. В Великобритании разгорается политический скандал. Один из ответственных за сбор средств в казну правящей консервативной партии предлагал ужин с британским премьером Дэвидом Кэмероном в обмен на крупные пожертвования. Репортеру газеты «Санте Таймс» удалось заснять на видеоуправляющего средства Микюри, когда тот предлагал подобную сделку. Согласно информации издания, обед с Кэмероном стоит 250 тысяч фунтов, чтобы добыть информацию об отношениях правящей партии с лоббистами, журналисты «Санте Таймс» пошли на хитрость. Под ведом бизнесменов встретились с упомянутым банкиром Крудосом и просили его помочь замолвить за них словечко перед премьером министром. После публикации казначей консерваторов Питер Крудос подал в отставку. В официальном заявлении он заверил, что в этой ситуации никакие пожертвования не принимались и даже не рассматривались. Обсудим особенности работы британских парламентариев с нашей гостей Катей Затулеветер, которая два года работала помощницей члена палаты общин в Лондоне. Приветствуем. Понимаем, конечно, что после партии любви эта тема... Скучноватая. ...блинноватая, но тем не менее, может быть, до чего-то подобного тоже докопаемся сейчас. Я надеюсь, что нет. Всякое может быть уже сейчас. Давайте не будем доставить. Ничего нельзя предсказать. Вот давайте так, спонсоры партии ужинали или не ужинали, или собирались только поужинать с премьером. Что тут такого? Вот, казалось бы, почему премьер-министр не может пригласить себе домой сограждан? Королеву же Великобритании пожимает там руки сограждан, уходит на свадьбу, вот у кого-то была буквально накануне. Вот, зашла совершенно случайно, а там свадьбу, вот она посетила, поздравила. Почему бы не сделать то же самое премьеру, тем более, когда речь идет о спонсорах партии, которым он принадлежит? Ну, казалось бы, совершенно нормальное дело. Вот так расскажешь какому-нибудь россиянину, не упоминая, в какой стране дело происходит, он не увидит тут поводу для скандала. В общем-то, да. Тут дело не в том, что они вместе фишн-чипс пожуют, а в том, что за ужином они могут повлиять на политику государства. Это самое главное. Консерваторы сейчас в коалиции находятся во власти, и ужин с Камероном как раз-таки такую возможность дает. И почему это человек, у которого есть 250 тысяч фунтов, может иметь большее право повлиять на политику государства, чем человек, у которого нету этих денег. Вот в этом как раз-таки и вся состоит разница, влияние на политику государства. А вообще во всей этой истории, меня удивляет глупость Крудоса, я просто не поверила в происходящее. Зачем он проболтался? Нет, во-первых, использование скрытой камеры с журналистами в Англии, это известный факт. Они это делают постоянно. И не проверить людей, которые пришли к тебе и сказали, мы тебе заплатим 250 тысяч за ужин с Камероном, ну сколько человек в Европе могут позволить себе такие деньги и захотят действительно повлиять таким образом на политику государства. Вот это вот, в этом вся состоит, мне кажется, глупость. Еще один момент очень интересный. У консервативной партии существует очень четкая иерархия доноров. Официальная иерархия. Они разделены на группы в соответствии с тем, сколько денег они вкладывают в партию. Все это должно записано быть официально. И группа, которая вкладывает больше всего денег, она называется группа лидеров. Чтобы стать членом этой группы, достаточно заплатить 50 тысяч в год, и тогда можешь ты ужинать с Дэвидом Камероном, может ходить на какие-то вечеринки, мероприятия без проблем. То есть Крудос еще и попытался очень сильно обмануть людей, пришедших попросить ужин на 200 тысяч фунтов, представляете? То есть все-таки можно поужинать за деньги с британским премьером? Не в этом, не в этом, да. А в том, что он вне кассы, вне вот этой официальной системы подалась. Да, да. И официально, естественно, те, кто платит 50 тысяч фунтов в год, они не влияют на политику государства, что я совершенно не верю. Зачем ты будешь присутствовать на скучнейших ужинах с политиками, и при этом не будешь влиять на политику государства? Ну, то есть это вскрылась какая-то теневая сторона политической жизни британской? Или... Или Крудос разжизни попытался подзаработать как-то таким вот образом, да. И вот это сейчас самый главный вопрос. Сейчас самый главный вопрос решить, это была личная инициатива Крудоса, или это был план консерваторов. Вот это вот, нужно до этого докопаться. Сейчас либористская партия как раз-таки настаивает на том, чтобы произошло независимое расследование, и чтобы выяснили, кто действительно стоит за этим. И очень сложно поверить, что это правда Крудос решил, что давайте вот я вот тут вам подзаработаю каким-то теневым путем. Особенно после того, как всего меньше трех лет назад был огромнейший скандал в Англии по поводу проблем с расходами депутатов. Совершенно верно. Кто-то там серебряные ложечки приобретал за бюджетные деньги, крышу в одном из двух домов, можно только в одном доме чинить бесплатно крышу, а он там и во втором пытался починить. Но это тогда производило совершенно уникальное впечатление, потому что британские депутаты предстали честнейшими, милейшими людьми, которые по какой-то мелочи допустили какие-то промашки. Там были мелочи, там были и не мелочи. Мелочи, конечно, было смешно просто о них читать, поэтому они выходили в прессу. Но были и не мелочи, несколько депутатов село в тюрьму за подобные деяния. Так что были и огромные суммы, на самом деле. И это удивительное последствие, опять же, если сравнивать с местными нравами. Да, да, поэтому было интересно посмотреть, сколько же пройдет времени, пока мы узнаем о новом скандале. Ну, дело же ведь, наверное, еще не только в консервативной партии. Вот если сравнивать, это как ситуация в ОВД Дальне, в Казани. Мы же понимаем, что это вскрылось в одном отделе полиции, а по всей стране происходит нечто подобное. Тут еще, наверное, вопрос. В принципе, британская политика построена на таких теневых историях или нет. И как, кстати, на это реагирует общество, на подобные истории? Я думаю, любая политика в любой стране построена на подобных теневых путях, каким-то образом влиять, чтобы влиять на политику. Но сложно, как влияют, как люди... Они равнодушно к этому относятся. Даже так вот, если можно добавить, они скорее думают, ну какой же дурак, зачем же он не проверил, есть ли у них скрытая камера, или они искренне возмущены его поведением? Скорее, вот как общественное мнение там устроено? Я думаю, здесь есть и то, и другое. Обязательно есть и то, и другое. У нас, конечно, ситуация в России будет совершенно другая. Никто не будет удивляться, что кто-то с деньгами попытается повлиять на политику. Тут удивляться будут. Людям не нравится, естественно, это. Но сейчас что делать? Лейбористы пытаются таким образом выгородить мы вот какие хорошие. Посмотрите на нас. Мы сейчас хотим, чтобы было независимое расследование о консервативной партии. Но на самом деле мы не знаем, что происходит в лейбористской партии. Если бы они сейчас были у власти, может быть, какие-то скандалы мы бы узнали о лейбористах. То есть все очень... Твиттер Эду Милибанду сегодня было такое очень познавательное чтение, потому что ему стоило написать какой-то пост на тему того, что это должно быть расследовано, там, глубокое расследование, тра-та-та, со всеми деталями. И мы тут же написали вот такое количество ответных твитов, большая часть которых были как раз посвящены тому, что давайте займемся тем, что происходит в вашей партии. Кто, мол, судит. Но сколько можно говорить о том, что, может быть, как-то лейбористы даже способствовали вот этому скандалу? Потому что, тоже, опять же, где-то я видел сегодня мельком такой комментарий, что Милибан предсказывал это еще два года назад, что в британском парламенте зряет крупный скандал, не все там хорошо, там вот коррупционные схемы, тра-та-та, и вот этот скандал... Это можно сказать в любом парламенте, в любой стране, и точно ты будешь прав, что в течение ближайших двух-трех лет что-нибудь будет. Я не думаю, что он каким-то ясновидящим здесь... Ну, он просто ждал, он высказывал какие-то... Делал громкие заявления, достаточно бессмысленные, а дальше... Очень, да, очень легко сделать такое заявление, точно, точно будешь прав. Вообще, вот если говорить о коррупции, да, в разных видах, ваше впечатление, Великобританию в этом смысле, какая страна с высоким уровнем, с низким, с средним, с матрящим сравнивать? Как в чем это? По сравнению с Россией. Ну, наверное, если мы здесь, наверное. Ну, в принципе, вообще, вот какое ощущение там? В политике, вот как раз-таки к 2009 году, когда у них был этот огромнейший скандал, это был показатель того, что как раз-таки коррупция снижается. Когда разгораются подобные скандалы, это значит, что общество наконец-то начинает понимать, что терпеть этого больше не надо, и начинает с этим сражаться. Поэтому, например, в Швейцарии подобные скандалы были 10-15 лет. назад. То есть, в зависимости от того, как общество прогрессирует в своем мышлении, так и развивается, происходят такие огромные скандалы. У нас передание старейшая демократия, в общем. Наверное, как они будут все-таки впереди в этом плане планеты все и продолжать быть. Нет? Не согласна. Я думаю, что им придется расследовать. Я думаю, придется расследовать, и будет интересно, конечно, узнать. Я про это и говорю, как раз, да. Спасибо. С нами в студии была Екатерина Затули-Ветер. Мы прерываемся на небольшую рекламу. После чего вернемся и продолжим подводить итоги дня. Спасибо. Спасибо.